Апостол Павел Кремлиным, Писание 28.5. Благодарение Богу, что вы, вы, свежие, рабами греха от сердца стали послушаны тому образу учения, которому предали себя. Я вчера говорил, наверное, о тему послушания, и апостол Павел продолжает ее. И весь упор делает, что послушание тому образу учения. Вот я не говорю, что я не толкователь Писания. Если уж на то пошло, что я и не проповедник, а просто читаю и стараюсь войти в ту обстановку. А тут уже получается, что и толкователь, и проповедник. Чтобы были покорны тому образу учения. Вот сегодня прочитай, и каждого спроси, ты покорен тому образу учения, которое преподавали. Ну, значит, ничего нам не преподавали. Церковь – это школа. И человек ходит в школу год, два, десять лет и ничего не знает. Ну, неужели мы не можем понять, что Дух Святой совершенно не так учит? Библия – Слово Божие. Дух Святой вдохновляет, наставляет. И вдруг все, как будто никогда не было. Тому образу учения. Вот сегодня слышали евангельское чтение по Сонарянку. У ней то образ учения был очень твердый. И она заботилась не только о себе, а о Христе. Вот вы встретитесь с кем-то, кому нельзя с кем-то встречаться, там нельзя сказать, а нам нельзя с вами вместе молиться. Если кланяться, то на пол поклона отставать надо. Вот у нас приходила старая обрядка, она говорит, а нам нельзя молиться. Она кланялась, а мы поклонимся, распринимся, она тогда кланяется, чтобы молитва наша не перемешалась, а то Бог не узнает, где молитва. Но она заботилась о себе. А Сонарянка-то заботилась о Христе, что вам-то нельзя с нами сообщаться. Какая она была хорошая. Она настолько была верна учению своему, что знала учения и противников своих, и заботилась, чтобы они не совершили по своему учению. Вот раздумывается, не случайно с ней Господь встретился. Ни в одном университете после этого не было преподаваемо то, что дало одной Сонарянке у колодца. И речь зашла о чем, о воде. Надо пользоваться тем, что под руками. Вот садите в огороду полностью огородом, ледейской грязкой, водой, оградой, дорожкой, домом, трубой. Это все начало проходя. А если бы Господь встретился с ней у стада, где нахождет коз или овечек, он бы начал о козах говорить. И эта вода такая была, такой поток пошел, что подхватил город Сихарь весь приплыл к нему. Затаул говорит, смотрите, какие корабли оттуда приплыли. Ведь они пришли, когда и говорят, в тот раз повторяется, все, что он сказал мне. Я говорю, это любая цыганка скажет. Но их это поразило, тогда тебя не было там. Но когда уже в конце они говорят, мы сами уверовали, не по твоим словам, что он тебе сказал, с кем ты спала, что у тебя пять мужей, а с тем, что это Сын Божий, который с тобой встретился, который тебя напоил водой, и вода-то теперь сделала тебе водой текущей жизни, и у нас. И истина, это Спаситель мира, Христос. Конечно, результат какой? Учителя забыты. Не по твоим словам веруем. Это кажется, скажи, я тебя учил, ты меня забыл. А это наоборот высшая награда. Что я вам говорю? Вы забудьте мое имя. Мне это не надо. Уже истинно веруем не по моим словам. Вот послушаю, когда будем этому образу учения. Мы сегодня слышали опять, как апостолы ученые, и они апостолов. И вот они пошли, и вдруг молва пошла. А там многие люди обратились. Когда же за две тысячи лет в православии была такая молва, чтобы люди сами обратились и стали послушать того, как образа учения. Да нет никаких, сразу в воду крестить. Объявление тайканали. Завтра, если кто не придет, тот не враг. Вся Русь скатилась к Днепру и в водах, и поплыли. И плыли тысячи лет до Октябрьской революции, пока наконец поняли, и не туда плыли, и Господь развернул, все смел, все монастыри, всех монахов, и пископов порубил, выбросил. А теперь сами же и священники говорят, и весь алтарь нанят, за спиной в катонке, Моггин-Никифоров пишет, и пошли от селения к селению переодетой под бомжей. И кто может сказать, что бомжей много сегодня, но никто не ходит и проповедует. Некоторые христиане не понимают, что обстановка резкой изменилась, и к себе в дом бомжей ведут. Я такой период прошел. Года два назад, когда приезжали адвентисты, я стоял у дворца двери, и один подошел, и мне кланяется. А кто ты такой? Я бомж, я у вас жил. У меня жил, а я вспомнил, у меня был период времени, я комнату не закрывал, уходил, ни в крышу, ни клал, никуда, а просто открыл комнату, и записку кладу, где хлеб у меня лежит, где варенье, кто придет, чтобы заходили. И он у меня жалко жил. С фраза, вот приходили бомжи, жили у меня, вот какой период у меня был. Но обстановка, я говорю, что меняется очень быстро. Ты сегодня можешь принять, вы будете ночевать вдвоем, но в саде только один. Мне говорят, мы приняли, а не ночевали, и что они там откурили, их как из-под нас матрас, и все вытащили. Мы на голову все там, но не убили, вот что хорошо. Поэтому, если ты хочешь знать, как основка изменилась, тогда при Христе и в Садской России пенсии никто не получал. Сегодня все бомжи имеют социальное обеспечение. Отведи вот там, где они не заботятся, накормить кусок дать. У нас многие по телевизору проезжают. И мы им наплодим, дадим с собой на дорожку, что-то рассказали о Христе, ну и до свидания. В этот же день их отправить. Будьте очень внимательны. Надо следить за временем, потому что одни лукавы. Они сидят на остановках, посмотрите, какие они красные все. Он выпил, и попытка сделать их рабочим, но у него за 60 лет еще лет 10. Ничьему не приводит, они не хотят работать. Ему надо сейчас взять, оторвать, и все, Павел говорит, с такими не сообщайте. Почитайте его. А кто не хочет трудиться, тот и не ешь. А некоторые суетятся, но не трудятся. Вот какого образу учения надо быть послушаем и других к этому вести, чтобы ели хлеб, заработанный своими руками. Не просто учения, я верую на святую и троицу. Ведь первые ученики, когда уверовали, стали вызвать христианами, не православными, не баптистами. Баптисты это что? Это значит крестители. Они видели, что православные крестят детей, а дети им милые, решили в возрастном состоянии. Баптисты это самые лучшие из юридиков. Они учения о троице, для воскресения, празднуют вас, верят, что наказание есть. Просто готовые православные были. А вот сегодня-то их обстановка изменилась. Таких еритиков нагнало на Руси. В каждом вопросе берешь, и у них все не так. И они искачут и прыгают, у померзки одеты, нескромность такая, приезжает мормон, у них много женцев. У руководителей 70 жен. Официально все. Это другая религия, но под видом Христа. И так мы должны быть покорны тому образу учения, которое вы приняли от нас, от апостолов. А каждый еритик говорит тому образу учения, который вы приняли от нас. До вас тогда еще и не было. Поэтому и тот образ учения не существовал. Во втором послании Тимопея 1.13 Павел говорит, держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и с любовью во Христа Иисуса, которая от меня слышала от апостола. А где на учении? Да вот лежит у нас Библия. 14 посланий Павла. Некоторые не сохранились по небрежности или по замыслу врага. Но 14 посланий надо читать. И быть послушным этому образу учения. А непослушное это рабы греха. Вот и все. Вы с кем когда разговариваете, спросите, вы были сегодня в храме? Ну да. Ну и с верой считать. А какое учение было? Они не поймут, о чем вы спрашиваете. Ну а батюшка читал проплость? Нет, считает проплость. Да, считает. Читает, что у него это нарядное. И считает правильно. Иногда считает златоустом. Но все настолько нежизненно, холодно, без веры, что люди это считают как элемент благослужения. А благослужение тут все разнаряжено, когда будете такими вратами, что христиане это ведь назывались получение во Христа. А ты веришь во Христа, что Он спаситель мира? Верю. Все. Больше ничего не включалось в это. А дальше его доводили до нужной кондиции. Христос есть Бог. Райм отцу и райм Духа Святого. Дух Святой это дар Божий. Это Третье лицо Троицы. Вот то, что сегодня входит в православное учение, этого ничего совершенно не было. Ни одной книги не было, ни тревоги, ни святых, ни постных, ни актрихов. Вообще ничего не было. Кажется, вот было то время. Я скажу, что и в той ситуации, в которой мы находимся, можно трудиться. Не цепляться, ни за старый, ни за новую стиль, ни за пальцы, как приложены. А только одно. Христос. И тогда в отчете любви ко Христу все остальное будет второстепенным. Третьостепенным. И никогда об этом не разговаривайте. Скажите, образ учения Христа заключается в принятии Него, как умершего за мои грехи Спасителя. Это Агнис Божий. Это Пасха Вечная. В послании к Титу Павел пишет 2.1. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением. Не только само учение, но уже появилось что-то расширенное, то, что сообразно с учением Христовым. Я вам сегодня сказал, что с детьми занимаются. У нас есть большие материалы лежат. Приучайте малых детей к благовестию. Там детские материалы. Берите больше. Не на один год. Нас так Господь не пройдет. И чтобы дети с кем встречаются где-то, там маленький буклетик. Он дал ребенку-другому. Вот и все. Вот, я знаю, ребятишки маленькие. Играли с соседями. Отец очень верующий. Но и ребятишки тоже что-то ухватили. А учение-то не было. Старообрядка. Семья. Но они могли показать крестик соседского мальчика. А у меня крестик. А тот не знал ничего этого. И показывает. А у него маленький пучерявый мальчик здесь. А я верю. Вот видишь, мальчик Володя, дядя Ленин. И тот ничего не мог ему сказать-то. Он знает, что все проходит. А он дурак. Простой слова. Тот пришел к маме и говорит, мама, я хочу крестик. Уж верующий, не верующий, проповедь-то какая. А если бы было, дам, чтобы почитать, дам, сказал о Христе, любой стихотворческий молитв, он знает сказать. Господь умер за нас. Господь такой хороший, Он любит нас по детски выразить. Сегодня, чтобы со столов эту пищу, этот источник воды живой, текущей жизнь вечной, взяли и вели своих детей. Во внуков. Давайте, сядьте, посмотрите, так бывает, видишь, что-то указано, можно вычиснуть. Дайте свой телефон, там все подпишите. Не просто разбредайтесь на летом. Вы работайте. Работать не будете, все на этом и засохнет. Знать ничего больше не будете. А что быть покорным образу учения, а вот повторением от учения. Надо все время смотреть. Вот что бы ты ни читал, какая остановка, а как это во свете Евангелия выглядит. А что бы сказал здесь Христос? Вот семь минут. Некоторые не знают даже, а что такое сила, а что мы так долго стоим. Семь минут это не долго. Нам как раз. Ведь суетата нас как доела. Мудрец из мудреших. Соломон говорит, все суета. И дома, и по хозяйству, и по полям, и по семье. Одна суета. А вот что, говорит, знай, знай Господа Бога твоего, люби его, и в конце прямо приводит. И в этом все же, человек, и бойся Бога. И подвез итог, в этом все же, человека. И этот мудрец, который говорит о суете, он ведь жив сегодня где-то. И вот нам говорит суета. С этой суетой мы приходим сюда. Вы о чем разговариваете, когда сидите, мы же не контролируем. Говорим, зайдите сюда, успокойтесь. Семь минут не передвигайтесь, даже не хреститесь. Ни одного движения не делайте. Господи, сейчас начинается богослужение. Твой образ учения здесь у нас. даже глаза поднялись, и она надпись какая-то попадет. Я опять их нарушал. Вот она написана, отклоняет ухо, а я отклонял. То есть не брал руки, не читал. И опять. Сейчас батюшка будет вести службу, чтобы у него это непривычное, трафаретное было. Не просто он там барабанил. Он наизусть это все знает. А чтобы было вдохновенно, с верой он поднимал руки, и нас нес на роменах, на плечах своих, как Аарон, чтобы наши имена там помянул. Наших родственников найди, Господи. Они отсутствуют. Но вот здесь, сейчас, в этой тишине, я вспоминая о них. Дай им эту воду жизни. И вот эти 7 минут, когда мы ничего не слышим, мы ничем не влекаем, никуда не отвлекайтесь. Опусти глаза. Мне предстоит сегодня оглашенное, преклоните голову. Гляжу, голову преклонили. Кто преклонил сегодня голову оглашенное, оглашенное зайдите, прошу сразу выходить. Это вы решаете. Имейте право наклонять. Есть самоотлученное. Не успел исповедовать, а грех уже совершил, правильно делайте. Но дальше не лукавьте. Выходите. С оглашенными туда, потом уже с батюшкой наедине будете разбираться. А то в бежея гравь какая-то. Волу наклоняет, а дальше не выходит. А то разбирает, а оборотни. Через первую минуту он совсем другой. Только оглашенный был, вот тут обратился, уже не оглашенный стоит. Я попрошу смотреться, наблюдателя, и выводить их. Нам оборотни не нужны. Первое в Коринфянам 1.4. Непрестанно благодарю Бога моего за вас. Ради благодати Божией, здорованной вам во Христе. А в чем она заключалась? В принятии Иисуса Христа. За нас апостол Павел благодарил бы Бога или нет? Мне один верующий однажды сказал, я эту мысль уже повторяю много раз. Вот вошел бы апостол Павел у дверей, постоял бы, ну недолго, хотя бы полчаса, больше-то может быть ему некуда стоять, ему же надо идти на площадь, проповедовать. И он бы выйдет спросил, а какой вера-то люди? Вот зашел бы к баскистам, он точно узнал, это христианин. Даже зашел бы к фимовистам, узнал бы, что христианин. У православных очень трудно поверить в это. Что-то барабанит, кто-то говорит, ходит, блуждает, и они говорят, что он увидел бы мощей, от него палец отрезанный лежит, от Павла Петрова голова там где-то лежит. У нас совершенно не то. А Слово Божие как говорит? Непрестанно благодарю Бога моего за вас, что вы приняли этот образ учения и держите. Чтобы мы искренне могли благодарить. Дайте мне возможность облагодарить Бога за вас, за всех. Я ведь Бога благодарю, чтобы в этом не было ошибки. Что, Господи, у вас люди, которые приняли Слово Божие, правильно приняли крещение, 1 Петра 1, 22 Послушанием истине через Духа очистим души ваших к нелицемерному братолюбию. Опять же, говорит, послушанием украсите свой путь. И прямо молитву верите, Господи, дай мне сегодня день так прожить, быть послушным Слову Твоему. Я услышал, дом мой открыт для всех любящих Тебя. Кого соборянка приняла? Христос, он выглядел как странник, один из странников. А потом они его пригласили и не побоялись. И она договорила о божественных вещах. И все плотски понимала. Никодим думал утробу матери войти и родиться. Она думала колодец внутри себя сделать, чтобы по воду не ходить. Трудно поворачивать людей ко Христу, но может, Никодим обратился и соборянка обратилась. Значит, а чего обращается от встречи со Христом? Вот чего надо. Чтобы в нас люди увидели образ Христа. Как повторяют, вот я слышал один проповедник так говорил в Японии первый раз, как Христос, ему надо показать образ Христа. А японцы смиренные, круткие вроде бы. А он не выдержит, он сказал, «А я его знаю, он у нас по-соседству живет. Вот он такой, как вы говорите. Он узнал то, приведи меня к нему, там живет христианин рядом». Он никуда не ходит, один сидит по поведению и его отличалось от других. Чтобы люди по поведению увидели нас, что мы послушны образу учения Иисуса Христа. 1 Петра 2,9 «Новый род избранный, старственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». «Какой наш Господь?» Обязательно в луком своим с кем вы встречаетесь покажите величие Божие, как Господь нас любит. И все время думают в таком возрасте, а на что ты можешь быть полезен? Вот понимаете, май месяц у меня в Телекон посвящается лагерь, я начинаю с тобой работать. Позаботьтесь то, что я говорю. Без вас Бог это сделает, но ты останешься в стороне. Ты холодной водой никого не напоил и награды пророка, награды праздника не получишь. То, что говорят, слушайте внимательно. Май пройдет, дальше уже, может, ваша работа в этой области уже не потребуется. Сегодня требуется возвестись, потому что у нас в Библии православное, воспитать в православии. Даже никто не придет, но люди уже прочитают и поймут, православная вера все-таки не умерла. Все-таки есть. 1 Петра 3, 1 «Так же и выживанных погинуйтесь своим мужьям, да бы те из них, которые не покоряются Слову Божьим, житиям вашим были обращаемы». Опять послушание чему? Образу жизни мужа. 1 Тимофея 1, 13-16 «Меня, который прежде был хулителем и гонителем и обидчиком, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии, а теперь послушан образу учения Христового». И когда в прежней жизни нас кто-то попытается упрекнуть, сказать об неведении, и делим наш Господь, Он принимает нас такими, какие есть, омывает, очищает, облагораживает, как Златов говорит, и из падших, дохлых псов делает живых людей, а из людей делает царскими сынами и священством избранным. 2 Коринфянам 10, 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Заботиться о том, чтобы человек не звание только носил, православное лицо, а был послушан образу учения. Мне приходилось проповедовать в разных местах перед несколькими епископами. И когда я дошел до одного, вы оглашенные из идите, не выполняете, вы не имеете права литургию корежиться, она состоит из трех частей. Какое ты право имеешь в третью часть литургию? наполнять нечистотой. А как? Литургии верных оглашенные из идите. Так я, говорит, тогда сам должен выйти, выйти. И оказалось, что священник много лет служащий с высшими двумя образованиями и признался, я еще и не христианин. Все началось с нуля. Но это резкие моменты, потому что и священцы в этом многие уверовали. Надо работать, не бойтесь батюшкам сказать, возвещайте учение Христово. Если ходил в храм и ничего не услышал, зато он, говорит, напрасно топтал дворы. В этом тоже еще намного. Второй Иоанн 1.4 Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих ходящих в истине послушное в учении Христа. Радуйтесь таким случаем, встретиться с такими людьми. Третий Иоанн 1.3 Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине в учении Христовом. И подводить итог вечером надо. И в конце жизни легче будет подводить. А я по учению Христову жил или нет, с кем разговариваете, кто не православный или православным, заботьтесь об учении Христовом. Где учение Христово не проповедуется, Дух Святой не проявляется ни в чем. А попытки оживотворить через чтение молитв, живые помощи, давайте молитву Кипряно-Карфагенскому, колдуна какого-то победим, это тот же самый оберег, только те же самые языческие обереги, только под христианской подкладкой. Без веры ничего не даст тебе молитвы. Верою своею прилепись к этой молитве, что в ней вложено. Господи, если угодно, через меня соверши это великое дело, чтобы люди были послушны твоему образу учения. Римлянам 1.8 Прежде всего благодарю Бога моего через Духа Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. А если вера наша не возвещается, ты живешь только для себя. Так как же Павел может благодарить? Ну ты чем-то должен апостолу Павлу, но не ему, мне, который столько для вас трудился, чтобы я мог Бога возблагодарить, я лично, Господи, а не послушен тому образу учения, которым я говорил. Крепко держите, что имеете. Многие, те, которые стояли на правильном пути, совратились, потому что не заботились. Богу не нужны наши просто имена, а имена, наполненные любовью, чтобы они светились среди этого мрака, как светильники. Римлянам 15.18 Не осмелись сказать что-нибудь такое, чего не совершил бы Христос через меня в покорении язычников веры словом и делом. Вся цель жизни Христа Павла была покорение язычников в вере Христовой. Слово Божие. Конкретная цель. Чтобы вам вот это сказать, то ведь я много-много в разных источниках смотрел, а так ли это, Павел не ошибся, подтверждаю. Я могу подтвердить в жизни своей, что те люди, которые занимаются Словом Божиим, они имеют прибыль. Конечно, не православные. Некоторые иерархи уже видят православие на исходе. Это все кончится. Бабки перемынуть никого нет. Остальное одно суверие. Храмы эти все пойдут по другим. Там будут, как в Санкт-Петербурге, давно уже отдали баптистам, они там собрания свои устраивают. И хотели отобрать у них, а им не отдали. А зачем? Они все равно пустые у вас стоят. Так что здесь будут может быть сектанты в этих храмах. Рим. 14.25 Через Писание пророческое по поверению вершинного Бога, возвещающего всем народам для покорения их вере. Бог возвещает всем нациям, всем мирам, не с воздуха, а через нас. И те материалы, которые у нас сейчас есть, пусть они у нас в них просто лежат, квасятся, а заквашивают этот мир. По учению Господня мы слышали сегодня, как самарянка не молчала, а возвещала. Люди, которые были Филипп и другие апостолы, не молчали, а возвещали. Да будем покорны этому образу учения, чтобы подражать святым, которые были благовестниками. Аминь. Аминь.